Согласно исследованиям сотрудников МЧС, совместно с гидрометеорологами и геологами, из-за аномальной жары в течение лета многие ледники начали активно таять и наполнять озера. А так как они находятся в труднодоступных местах Высокогорья, с командой МЧС летим на вертолете. За озером Адыгейной на высокогорной станции гидрогеологи наблюдают круглосуточно, потому как буквально две недели назад уровень воды здесь поднялся до критического. Каждые три часа проверяем эти датчики, каждые три часа проверяем и утром и вечером докладываем вниз в контору обо всех изменениях. Поднимаемся выше, к самому основанию ледника. Мы сейчас находимся на высоте в 3600 метров. Это вот предледниковое озеро Адыгейне. Несмотря на то, что сейчас погода более-менее прохладная, идет дождь, но все-таки таяние ледников продолжается и объем воды в этом озере поднимается. Из-за дальнейшего увеличения объема воды в озере появляется угроза прорыва, что может стать причиной мощного селевого потока. Для предотвращения ЧАЭС здесь устанавливают специальную сифонную конструкцию, которая будет обеспечивать искусственный слив воды. Мы сами посчитали по этому ведру. За секунду она 15 литров выливает. Система конструкции максимально проста. Устанавливают трубы, соединяют между собой. После заполнения водой герметичные клапаны на концах трудопровода открываются и начинается автоматический слив воды. Поступление воды максимальное, она где-то часа 2-3, а остальные сутки поступления не будет, а установка будет работать. Через сутки уже перелива не будет и наша установка обеспечит порядка 3000 кубов сброса вот этой воды. Парашютом сделали так, что она понизит где-то метр тридцать уровень воды и на этом она автоматически остановится. Специалисты отметили, что сифонный метод они применяют второй год и он показал себя как высокоэффективный. Порядка 100 тысяч прямой затраты. Это очень эффективно, потому что малозатратно, наверное. Мы отработали все это вручную. Конечно, на фоне той технической революции, кажется, это все так примитивно. На сегодняшний день она самый эффективный метод. Мы так считаем. Рабочая группа МЧС сообщила, что на основании ранее проведенных наблюдений уже выявила 4 горных озера, представляющих опасность прорыва. На днях такие же сифонные конструкции установят и там.